Большим галоконцертом завершился второй детский фестиваль искусств в Люберцах. Объявлены лауреаты во всех номинациях. Остался один вопрос, кто стал абсолютным победителем и обладателем гран-при. Об этом и расскажет Анастасия Кладинова. Детский фестиваль искусств, снова ярким будет путь. Развитают здесь гампины, новые мечты. Приятным сюрпризом стал новый гимн фестиваля. Им и открыли концертную программу. Песню исполняли участники конкурса. Теперь эта композиция будет сопровождать ежегодные детские фестивали искусств. От пения и игры на музыкальных инструментах до современных танцев. В этом году конкурсная программа фестиваля проходила в 12 номинациях, в каждой из которых участвовало несколько возрастных групп. Все победители – претенденты на гран-при. Участники галоконцерта волнуются, но уверены в своих силах. Я выступала сегодня и вообще всегда выступаю. Я получаю удовольствие. Я получаю большое удовольствие и я чувствую песню. Я понимаю смысл. Я понимаю, на каких строчках нужно руку поднять, когда на определенных строчках нужно руку приложить к себе, к сердцу. Мы каждый чувствуем песню и исполняем ее по-разному. Свыше 800 участников боролись за главный приз. Позади три сложных конкурсных дня и множество творческих коллективов. Но на галоконцерте отобрали только 17 лучших. И каждый из лауреатов хочет стать абсолютным победителем. Очень большая трудоемкая работа. И стоит большой труд, большой детский труд, большой талант профессионализма у наших педагогов, которые занимаются с детьми. Но немалого стоит труд традиций. А наши дети, в городе, в городе, выбраться, но мы сам в городе посудствуем. И так желаю дальнейших успехов творческих развиваться и не бросать это дело. И вот он, долгожданный момент. Обладателем гран-при фестиваля стал ученик детской школы искусств имени Леонида Ковлера Владимир Мегиров с номером «Беловежская пуща». Для меня это очень было неожиданно. Я просто стоял за кулисами, готовился к финальной песне. И тут меня объявляют и просят выйти на сцену как победителя. И я безумно рад. Владимиру вручили кубок и подарочный сертификат на 50 тысяч рублей на покупку электронной техники. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.